Врач 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 дыхательного аппарата. Мы готовы лечить практически все заболевания, которые могут возникнуть на корабле. В особых случаях пациента мы должны эвакуировать на берег. Есть изолятор. Если вдруг кто-то заболел инфекционным заболеванием, мы можем изолировать этого человека. Кроме того, есть палата интенсивной терапии. Мы можем в ней держать пациента всего лишь пару дней. Мы имеем небольшой ресурс на пару дней. Бывают чрезвычайные ситуации и есть несколько вариантов решения данного вопроса. Все зависит от географического месторасположения судна в момент срочной эвакуации. Проблема решается с помощью спасательного катера или вертолета. Все реально. Если у вас возникла какая-то проблема и вам нужна медицинская помощь, вы немедленно обращайтесь к медсестре. Она сразу помощь оказывает. Никогда не возникала ситуация, в которой пришлось бы ждать больше двух минут. Главная задача врача заключается в том, чтобы уделить вам внимание, неважно сколько это займет времени у самого доктора. Все будет зависеть от степени тяжести больного. Я имею в виду некоторые случаи, в которых необходима помощь доктора. Иногда бывают ситуации, когда больному нужно купить лекарства. Лекарства у нас в общем недорогие. Если вас не устраивает цена лекарства, можете вы обсудить варианты. Чтобы было понятно, я приведу пример. Два лекарства сходного действия стоят 8 и 9 долларов. Вы можете взять то, которое за 8 долларов. А есть аналог и подороже. Он стоит 45 долларов. Консультация у доктора общего профиля будет стоить недорого, 75 долларов. Но все зависит от тяжести случая больного. Если пациент тяжело болен, цена может измениться. Чем тяжелее случай, тем выше цена. У нас много русскоязычных гостей, как, впрочем, и разговаривающих на других языках. Мы стараемся обеспечить наших гостей лучшим медицинским персоналом, который владеет английским языком. Особенности медицинского перевода и медицинской этики не позволяют нам содержать, дополнительный штат докторов переводчиков на все языки мира. Так что все на английском, но добротно. Есть разные случаи, когда мы можем предоставить бесплатные услуги. Но это рассматривается в конкретных случаях. В зависимости от того, что случилось. Мы решаем, какие необходимо принять меры. Если, допустим, у вас высокая температура, и вам ее нужно измерить, вы можете обратиться к медсестре, и это входит в ее обязанности. Мы не взимаем плату за использование термометра. Медсестра поможет вам измерить температуру. Своей уверенной рукой она поставит термометр, подмышку, и данная услуга бесплатна. Медсестра может время от времени или регулярно, по вашему требованию, проверять ваше кровяное давление. Если у вас возникнут какие-то вопросы, медсестра незамедлительно на них ответит. Это ее обязанность. Я хотел бы порекомендовать вам взять с собой деньги на случай экстренных ситуаций. Кроме того, вы обязательно должны взять с собой несколько пластырей на случай порезов и мелких ранений. Если вы не взяли с собой пластырь, можно приобрести их и у нас, без всяких затруднений. А также не забудьте взять с собой что-то от укачивания, то, что вам помогает. Во время вашего пребывания на корабле вас может укачать. На нашем корабле регулярно проходит профилактика. Во время вашего пребывания на судне вы можете плохо себя почувствовать из-за изменения погоды. Современное оборудование без труда стабилизирует корабль, но если вдруг поднимется ветер, ну, сами понимаете, если вам будут необходимы какие-либо лекарства от укачивания, можно бесплатно получить их на нашем корабле. Пожалуй, это все основные рекомендации. И самое главное, не бойтесь расхвораться. Мы всегда здесь, на месте, и окажем вам любую помощь. Субтитры создавал DimaTorzok